В эфире Рождённые после СССР. Программа о том, какие традиции молодёжь наследует из прошлого и что нас ждёт в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис. Посмотрите, послушайте обсуждения. Можно на сайте Радио Свобода и на телеканале Настоящее время. Сегодня мы поговорим о том, что скрывается в текстах традиционных старых сказок и какие смыслы вычитывают из них современные дети. Во второй части программы мы подробнее обсудим предпочтения родителей, детей, а также секреты сказкотерапии. Начнём же с конкретных персонажей, с красной шапочки. В московской студии ведущий библиограф отдела детской книги и детских программ библиотеки иностранной литературы «Мама троих детей» Мария Пономаренко и режиссёр Алексей Смирнов. Недавно в театральном центре имени Мерхольда состоялась премьера спектакля «Красная шапочка». И спектакль такой необычный, он в жанре инструментального театра. Я хочу спросить Алексея, который его и ставил. С каким чувством вы перечитывали эту сказку уже во взрослом возрасте? И вспоминали ли свои какие-то эмоции детского раннего периода? Здравствуйте. Не могу сказать, что я вспоминал эмоции какого-то своего детского периода. Не могу сказать, что я соотносил как-то это со своим детским опытом. Я просто перечитывал эту сказку уже достаточно взрослыми, если можно так сказать, глазами. Я пытался понять, что она для меня сейчас значит, как я её сейчас воспринимаю. И скорее смотрел на то, какие она имеет отсылки к современности. Смотрел, насколько она актуальна сейчас для нас. Мария, а вот вы как библиограф, вы у нас должны знать, насколько эта сказка популярна. И в каких вариантах она сейчас актуальна для детей или не берут её не особо? Мне кажется, что детское чтение определяют прежде всего родители. И сказки Шарль Перо, сказки братьев Гримм, а надо сказать, что Красная Шапочка существует в двух вариантах, конечно, пользуются популярностью до сих пор. И более того, по нашим наблюдениям, если ребёнок не читал сказок, такой классики, народные сказки, сказки обработаны литературно, то потом ему довольно сложно воспринимать какие-то сюжеты, которые воле-неволе отсылают к этому традиционно ставшему детскому чтению. У Алексея была сверхсложная задача, наверное, сверхсложная, потому что музыка, ну, во-первых, музыканты сами же и представляли сказку, они были и актёрами одновременно, и инструменты были актёрами, да. И композитор этот современный, и, в общем, там достаточно несказочные в понимании, наверное, массового зрителя музыка, и вам надо было это увязать вот с текстом, да. Может быть, вы в тексте, в каких-то исследованиях по этому тексту находили то созвучие, которое придумал композитор сейчас. Вы знаете, тут была большая помощь со стороны композитора, поскольку он, когда сочинял это произведение в 2001 году, он уже расставил текст по партитуре так, как ему кажется правильным. И он расставил его не в линейной последовательности, а сделал его с множеством повторов. То есть, к примеру, первые слова сказки «Жила-была маленькая девочка, мама любила её без памяти, а бабушка ещё больше», они повторяются пять раз на протяжении всего спектакля. И это дало некоторый ключ к тому, как это было потом поставлено, потому что мы постоянно смотрим на эту историю красной шапочки как бы с разного угла. Мы всё время смотрим её то со стороны красной шапочки, то со стороны бабушки, то со стороны волка, то со стороны, там есть персонаж-саксофон, который у нас выполняет роль следователя. И мы постоянно пытаемся понять, что было для этих персонажей эта история. Это такая детективная история, и мы можем посмотреть небольшой фрагмент спектакля, но совсем маленький, к сожалению. Тук-тук, кто же там? Красная шапочка испугалась было, но потом подумала, что бабушка окрепла от простуды, сказала... Это я, красная шапочка, принесла вам кусочек пирога и утилку молока. Волк отгашлялся и сказал потоньше, «Позяни за верёвочку дверь и откроется». Красная шапочка посянула за верёвочку, дверь не открылась. Мария, а вот не кажется ли вам странным, что вот в такой трактовке «Красная шапочка» там присутствуют практически только женские персонажи, то есть сама шапочка, её мама, её бабушка, а мужских персонажей практически нет, только волк и тот как бы отрицательный. Вот вам не кажется, вот как такое вот отсутствие мужского родителя, что в этом какой-то вот смысл заложен, или как, или это случайность? Ну, я не думаю... И часто ли бывают, вот отсутствуют родители, и мама, и только мама, вот что? Ну, я думаю, что такое, что отсутствуют родители, это довольно частый сюжетный поворот, и более того, как мы знаем, если действует, например, мачеха, то это позднейшая интерпретация, и часто все жестокости, которые выпадали на долю ребёнку, творили их собственные родные родители, и уже потом, в новое время, сказки были переосмыслены, и всё-таки, чтобы немножко дистанцировать... Что мама не должна быть плохой в сказке. Конечно, конечно. Алексей, а вам не было удивительно, то есть, может быть, вы могли что-то поменять, собственно говоря, в трактовке композитора, может быть, что-то хотелось поменять, потому что это вариант, я так понимаю, первой литературной обработки, да? Да, абсолютно. И там как раз волк, по идее, он съедает и бабушку красную шапочку, и там нет счастливого конца, по-моему, вот такого там недостают. Абсолютно, понимаете, Перо, он же сказочник-моралист, и сказка заканчивается моралью, в которой, если кратко свести все содержание морали, говорится о том, что не ходите, дети, и тем более не разговаривайте с волками, потому что чем они кажутся скромнее, тем они, собственно говоря, и опаснее. И то есть было наказание именно, да? То есть счастливого конца не было, была грустная история назидательной. Да, да. Мне кажется, что в этом во многом и объясняется, может быть, отсутствие мужского родителя, поскольку волк дан в абсолютно точно отрицательной коннотации. И то, как Перо подходит к концу, то, что и бабушка съедена, и красная шапочка съедена, и после этого идет мораль о том, что девочки, будьте аккуратнее, мне кажется, это как раз очень точное послание детям. Ну, у нас есть возможность посмотреть небольшое интервью, которое ребята дали сразу после спектакля, и они рассказывают, что такое для них красная шапочка, какой смысл они в этом нашли. Ну, мне кажется, что самое необычное в этой сказке то, что красная шапочка поверила волку в то, что волк — это ее бабушка. Ну, потому что если она спрашивает, почему у него такие огромные руки, почему у него такие большие зубы, почему такие большие уши, ну, можно было догадаться, что это, скорее всего, не бабушка. Если бабушка ее так любит, наверное, она ее много видела. Мне кажется, это сказка, ну, наверное, для детей о том, что нельзя все разбатывать чужим людям. А вот сейчас как раз это очень полезно, потому что города очень большие, и никто практически никого не знает. Вот если как бы на современный лад, то, наверное, там, чтобы не лес был, а просто какая-нибудь дорога от дома красной шапочки до дома бабушки. И, наверное, просто усовременила. Просто, наверное, город как-нибудь сделала, ну, чтобы красная шапочка была девочкой современной, да, чтобы у нее телефон там был. Финологи, вы шагнули вперед, наука, но как были маленькие девочки и агрессивные, например, злые мужчины, которые попадаются в лесу метафорическом, так они и остались. Сейчас девушек тоже ждут такие опасности, такие мужчины, которые могут им попасться, если смотреть с этой точки зрения. Мне бабушка читала «Красную шапочку» в детстве, и тогда для меня как бы эта сказка была не особенно с посылом. То есть посылы в ней я не считала, наверное, никакого. Для меня это было как-то, наверное, не особо понятно, потому что там была хорошая концовка. То есть даже если маленькая девочка пойдет в лес, ее там встретит волк, он съест ее бабушку, он съест ее сам, в итоге придут дровосейки и спасут их всех. То есть как бы в итоге все все равно кончается хорошо. И поэтому как бы какого-то посыла «А вот как бы не ходите, будет плохо?» нет. И это довольно-таки странно для такой сказки. В сказке все и для современного ребенка понятно. Ничего тут такого странного нет. Ну, волк говорящий, ну, волк, сидите, маленький, верит в волшебство, и перейдет, по-моему, ее... Ну, то есть менять что-то там в самой сказке, то есть там может убирать лес и кого-нибудь менять, по-моему, не имеет смысла. Ну, сказка повествует о том, как не надо доверять и вообще общаться с незнакомыми людьми. Ну, вот мы послушали мнение детей об этой сказке, и они, в принципе, все довольно общий посыл считывают, да, что это сказка о том, что не надо доверять незнакомцам. Ведь надо разделять сказку, записанную Шарлем Перо, и сам сюжет, который, конечно, гораздо более древний, и который существует у разных народов. У североамериканских индейцев, на Мадагаскаре. Этот бродячий сюжет один из таких... Красная шапочка, как тысячеликий герой. Да, да. То есть мама, как правило, избавляется от своей дочери. Ну, нет, мы знаем, что, допустим, в определенный период в Европе, да, а детей таким образом реально избавлялись родители, чтобы не видеть, как они у них дома умрут с голоду, да, они говорили, идите, вы в лес. И, в общем, таким образом спасали, там, не знаю, оставшихся детей, себя в том числе, наверное, да, то есть такая вот история. Это вот повсеместная история. Или это, значит, такой выход ребенка из дома в большой мир? Как вам кажется? Я думаю, что сейчас для современного человека могут быть любые интерпретации, и как раз очень здорово, что традиционные старые сюжеты переосмысляются самым неожиданным образом. И в случае с Шарлем Перо все предельно просто. Каждая сказка у него сопровождается моралью, а то и несколькими. И он прямо объясняет, что и как. С Красной шапочкой, может быть, более однозначно. А вот, например, с Золушкой мораль для современного человека очень неожиданная. Если современные дети, возможно, могли бы считать, что вот надо там быть трудолюбивой, доброй ко всем, то в сказке Шарля Перо мораль звучит так, что будь ты сколь угодно трудолюбив и приветлив, если у тебя нет покровителя в высшем свете, крестный, который тебе в нужный момент поможет, то тебе тяжело придется в жизни. Поэтому Шарль Перо писал при дворе Людовика XIV. Его сборник сказок адресован прежде всего придворным, поэтому вот старые сюжеты у него переосмыслены вот так вот в развлекательном, если хотите, духе. Это замечательно. Но вот, кстати, Алексей тоже себе позволил, или это все-таки подсказал композитор. То есть у вас последний вот этот круг превращения музыкантов в персонажей, там у вас бабушка становится волком, я так себе представляю. Это тоже есть такая идея как раз из того, что на самом деле, значит, ну такая грустная идея Фрейдом попахивает. Смотрите, во-первых, все-таки там не совсем так. То есть там из-за того, что в партитуре композитора партия волка отдана сразу двум кларнетам, которые играют в некоторых моментах, то есть есть такой коллективный волк, два человека, то в какой-то момент мне показалось уместным после съедения бабушки, чтобы появилась такая коллективная бабушка. То есть там две пианистки, которые играли до этого роль такого рассказчика, они превращаются в такую коллективную бабушку. То есть тут работает и как бы режиссерская придумка в плане того, что мы видим двух волков и потом видим двух бабушек. То есть с одной стороны довольно простой визуальный ход с того, что каждый съел по бабушке, и с другой стороны, мне кажется, это довольно весело. Конечно, когда мы говорим об этом сюжете и когда мы смотрим на него сейчас, есть много вопросов к тому, почему вообще все это произошло. То есть когда я начинаю какой-то разбор режиссерский, я же пытаюсь понять какую-то причинно-следственную связь, и она не очень хорошо работает в сказках, потому что почему мама послала ее одну через лес? Это базовый вопрос. В общем, не очень понятно. Что случилось в сцене с бабушкой, между волком и бабушкой? Это же очень любопытно. Да, да, да. Как раз дети озвучили, и почему она стала разговаривать с волком? И, между прочим, вроде все нашли какие-то ответы. Ну, безусловно, вопрос лишь в том, должны ли мы показывать детям и актерам эти ответы. То есть режиссер, он же высвечивает как бы не все, что он находит, и не все, что он хочет. Он высвечивает как-то лучом то, что ему нужно в этот момент. То есть решили оставить открытыми эти вопросы. Понимаете, если бы я ставил это для взрослых, то это была бы другая история. Понимаете? И когда... Самая ключевая сцена, это когда приходит красная шапочка к волку, переодетому бабушкой. И тут, в общем, есть много простора для разбора. Но когда мы делали детский спектакль, это было принципиально для нас, то, что это детский спектакль, мы какие-то темы просто не поднимали. Какие-то темы мы не высвечивали. Если сравнивать поведение волка в варианте Шарля Перро и в варианте, который кончается хэппи-эндом «Братьев Гримм», то там волк очень разный. У «Братьев Гримма» он такой грубоватый мужлан, который ложится в кровать и, например, храпит. Такого себе волк Шарля Перро, утонченный, не мог себе позволить. И вот говорят о том, что вот эта сложная игра с переодеванием, это вот такая стратегия волка, опять же, может быть, обработка Шарля Перро для пущей интриги. Он не просто хочет съесть бабушку и внучку, он хочет еще вот как-то поиграть со своими жертвами. Я хочу вот о чем спросить. Вот то, что касается музыкальной основы спектакля. Ведь это современное произведение. Мне показалось, что есть что-то похожее на Прокофьева, вот «Петя и волк» — это вот та история. И вот этот современный язык музыкальный не сложен ли для детей? Ну, ровно как и Прокофьевский, да, скажем, «Петя и волк» и какие-то. И не случайно композиторы берут на себя роль еще и драматурга, то есть они все-таки пишут тексты сами. Вы знаете, я думаю, что Прокофьев, когда «САЦ» делали «Петю и волк», они столкнулись примерно с теми же проблемами, с которыми мы сейчас столкнулись. Потому что сейчас музыка Прокофьева уже не кажется нам чем-то удивительно некрасивым, резким и грубым. То есть современные слушатели находят ее в должной мере классической, чего не было при жизни Прокофьева. То же самое с нашей историей. То есть сейчас то, что мы слышим, это буквально последние тенденции того, как академические композиторы пишут музыку. Это 2001 год создания. И, безусловно, это довольно сложная музыка. Но все-таки надо понимать, что детское восприятие музыки отличается от взрослого восприятия музыки. И я читал исследования по этому поводу, и в Европе очень много экспериментируют с этим. Они не воспринимают это как авангардную музыку. Они воспринимают это как некрасивую музыку, может быть, как музыку спонтанную, как музыку, которая похожа на баловство, потому что, по сути, когда они балуются с музыкальными инструментами, звучит примерно то же самое. Если вы когда-нибудь видели, как ребенок барабанит по фортепиано в первый раз, это примерно то, что пишут сейчас композиторы. То, что сегодня показывали, это было интереснее, чем сама сказка, потому что, когда они это с декорациями делали, с инструментами, это было гораздо интереснее, чем когда ты просто читаешь эту сказку, и она достаточно короткая и детская. Не хватало высокого звука, мне кажется, потому что красная шапочка, она была какая-то слишком, у них, по-моему, тяжелая немного. Ну, спектакль мне понравился, мне понравилось само здесь развитие персонажей, потому что здесь они показывались множеством разных способов, и здесь была актерская игра, и все варианты этих актеров, и сопровождение их музыкой, и это очень понравилось. Правда, иногда для меня, может быть, не всегда был очевидный переход от одного персонажа к другому. Ну, потому что были разные актеры, были разные, как бы, инструменты, и как это все не очень укладывалось в голове в переходах. Ну, это уже другая красная шапочка, не та, что была, по-моему. А в чем другая? Ты можешь объяснить сейчас? Ну, она как-то подается по-другому, поэтому она кажется другой. На самом деле, ну, конечно, все вроде как все то же самое, но она другая все-таки, интересная постановка, и музыка тоже, и вот это вот смешение музыки и слов тоже мне очень понравилось. Исполнение одних ролей разными актерами, актерами-музыкантами, пардон. Вот это вот интересное. Очень получилось. Действительно, я бы еще пришел. Маша, скажите, а вот эти вот персонажи старинных сказок, да, такие традиционные персонажи, узнаваемые в разных поколениях, они каким-то образом перемещаются, ну, может быть, как реплики, да, в современные сказки, сказки современных авторов, может быть, и какие-то трактовки? Конечно, конечно, в том-то и дело, в том и важность, может быть, вот этого наследия, знакомства с ним, да, не обязательно читать Ивану Каренину, но обязательно знать, что с ней случилось, так и здесь. Вот у меня в руках буквально пример такого обращения к старому сюжету. Это сказка про волка, который потерял свою сказку, и в конце выясняется, что его сказка как раз «Красные шапочки», и когда он наконец-то на страницах появляется, они с «Красной шапочкой» просто обнимаются от радости, что... Это какой-то очень толерантный волк. Сейчас все такие сказки толерантные, все стараются про дружбу и любовь. Вот это, может быть, из детских книжек это вообще уходит? Есть известное осмысление вот этого старого сюжета о «Красной шапочке», в котором речь идет просто об инцесте, насилии, да, так что... Ну, скажи, скажи, «Красная шапочка» это есть книжка, но она детская, да... Ну, подростковая все. Ну, подростковая, да, Ханике. Там, скажи, «Красная шапочка», где дедушка как раз, вот он и волк, и он педофил, вот так мы подкровенно говоря, и это тоже, в общем, вариант поговорить на эту тему. А можете назвать какие-то самые важные вот сказки архетипические, которые стали наиболее плодотворными в современную эпоху? Что чаще всего? Вот «Красная шапочка», что еще сейчас актуально? Если говорить о Шарле первой золушках, о цапогах, конечно. Что там вот еще может ребенок почерпнуть, кроме вот той схемы, которая наследуется, да, из поколения в поколение, такая вот культурная скрепа между там дедушками, бабушками, родителями, да, и каких-то смыслов заложенных, ну, неизвестно когда, там как бы вот и по-разному трактуем их в разное время, да, то есть интерпретация всякий раз соответствует вот обстоятельствам нужным. Что вот можно еще понять из этих сказок, да, потому что никто же не рассказывает, что мальчик с пальчиком отправился в лес, потому что вот тогда был принят выгонять детей в лес. Ну, почему не то? Какие обстоятельства, вот, можно вот, не знаю, познавательные, да, помимо каких-то архетипических вот таких историй? Это как раз моя история, да, потому что мы с моими коллегами из исторического музея провели целый цикл занятий, который назывался «История на страницах западноевропейских сказок». Начали мы как раз с Шарля Перро, и из текстов мы пытались вытянуть приметы времени, а именно конца XVIII века, когда Шарль Перро записывал свои сюжеты. Но помимо того, что приходилось говорить о биографии авторов и о, там, опять же, истории бытования этих текстов в России, оказывалось, что даже из сказок можно вытянуть приметы, например, XVIII века. Если внимательно читать ту же Золушку, то выясняется, что описание нарядов Золушки и ее сестер – это просто вот мода эпохи Людовика XIV. Тыква тоже не случайно появляется. Она была относительно новым овощем, который завезли веком раньше конкистадоры. И, кстати, режет тыкву крестное ножиком с жемчужной ручкой. То есть, на самом деле, при внимательном чтении текстов очень много деталей появляется, которые обычно ускользают. Так что, ну, это такой уже даже литераторовический, можно сказать, анализ, историко-культурный. Но наша главная задача – это, конечно, привлечь внимание к текстам и призыв к тому, чтобы их читать. Это вот очень интересно. Алексей, вот когда мы сейчас слушали мнение детей, многие из них говорили, что хотели бы увидеть красную шапочку более современную. То есть, чтобы она через город шла, чтобы у бабушки была печка, машина, чтобы у девочки был сотовый телефон. Вот вы не пытались как-то осовременить эту историю? Возможно, в следующей постановке. Ну, отчасти, да, ее и осовременили. Смотрите, конкретно в данном случае я не хотел этого делать по ряду причин. Но в целом это вполне работающий ход. То есть, конечно, это момент, который очень сильно помогает детям в принятии этой истории, потому что они видят героя, который похож на них. А красная шапочка, осталась бы красной шапочкой, если бы она шла через город, а не через лес, и вместо волка был бы маньяк? Это не было бы уже другой истории? Безусловно, безусловно. Это, ну, по большому счету, ведь та же самая история. Ведь весь вопрос, на который... Главный вопрос, на который мы должны себе ответить, перед тем, как мы начинаем делать постановку, о чем? Когда мы отвечаем себе на вопрос о чем, в общем, не очень важно, одета она в костюм 18 века, на голове ли у нее шаперон. На самом деле, шаперон — это не шапочка, как вы понимаете. Это специальный головной убор, который не похож на шапку, по большому счету. Или это худ, как в английской версии, это тоже не шапка, понимаете? То есть, та версия, которая дошла до нас и дошла с переводчиками, это уже не то, что написал Шарль Перро, и это не то, что лежало в основе. Это видно даже по моде головных уборов, понимаете? У нас не было ничего похожего на шаперон, поэтому это стало шапочкой. А если она будет ходить в кепке, ничего не поменяет? Да, то есть, вы понимаете, она все равно уже не в шапероне. Если она будет в кепке или она будет в противогазе, в красном, понимаете, это моменты того, как мы видим эту историю, но это не влияет на суть истории. Но волк, увы, чем кажется скромней, тем он всегда руками и страшней. Жила была маленькая девочка, мама любила ее без памяти, а бабушка еще больше. По дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку, Но у нас шапочка была девочке очень к лицу, И за то, что с тобой дня она никакую другую носить не хотела, Люди прозвали ее красная шапочка. А не появилась какая-нибудь современная сказка, которая могла бы конкурировать по популярности, может быть, по каким-то таким важным вещам, которые вдруг сработали. Вот современные сказки, придуманные заново, они пересказаны там в 33-й раз. Ну, просто этот жанр видоизменяется. Скажем, вот у нас сейчас очень популярная серия про Петсона и Финдуса. Но, по сути, это сказка, там же кот говорит, действует вполне наравне с людьми. Но мы совершенно не воспринимаем это как сказочный сюжет. Это совершенно такая реалистическая повесть о жизни старика и его котенка. Наверное, вот этот сказочный момент уходит в фэнтези, скажем, Гарри Поттер. Но это, по сути, сказка, да? Но все-таки ближе по жанру, как мне кажется, именно к фэнтези. Да, ну, собственно говоря, вот о том, зачем нужны говорящие животные, злые и добрые волшебники, мы продолжим разговор после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Леленкова и Святослав Элис. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о старых сказках. О том, зачем современным детям нужны говорящие звери, колдуньи, все вот эти вот волшебные предметы. В московской студии сказко-терапевт Людмила Баранкова, чтец, актриса театра «Снарк» Анна Кунинкова и через некоторое время к нам присоединится Зинаида Немаева. Сотрудница детского сада «Умная среда». Часть родителей, наверное, какого-то вот такого вот отдельного воспитания, они предпочитают современные сказки. Важно это или нет, какие сказки ребенку читают сами родители? Потому что мы знаем, что обычно вот эти старые сказки традиционные, пускай даже литературные обработки, читают вслух родителей, как правило. Вот важно это или нет, скажите, пожалуйста. Сказки – это отличный способ поговорить с ребенком со своим. и замечательное средство позволить ребенку не просто что-то почувствовать, но и затем назвать свое чувство в разговоре с мамой или с тем, с кем он читает, поговорить об этом и услышать, как мама к этому относится. На самом деле очень много чего может происходить через сказку. Читает мама какую-то сказку, и вот давайте поговорим о традиционной, да, читает традиционную сказку любую, и там какой-то сюжет, в котором какой-то элемент, например, даже самой маме может быть непонятен, или ее напугать, или она может подумать, что он может напугать ребенка, да, ну вот появляется какой-то страшный персонаж, например, в сказке, в той же красной шапочке, да, появляется волк, и ребенок либо пугается, либо мама думает, что это может напугать ребенка, и начинает волноваться, как ей быть здесь, да, либо, может быть, ей обойти какую-то часть сюжета, не говорить об этом, либо, может быть, ей смягчить какую-то ситуацию. Ну, он хотел съесть бабушку, но не стал, многие там, знаешь, пытаются как-то смягчить ситуацию. На самом деле можно читать так, как она есть, и смотреть на реакцию ребенка, спрашивать, а как тебе то, что мы прочитали, а что ты чувствуешь? Тебе страшно? Или ты волнуешься? Или ты удивился? Или тебе непонятно? И это очень хороший способ поговорить о чем-то, с ребенком, со своим. Ну, это если родители догадаются, да, обычно они читают на ночь в надежде, что ребенок вот сейчас уснет под эту самую сказку. Ну, на ночь нужно читать очень конкретные сказки, а какие-то на ночь читать вообще не стоит, да? Ну, может быть, да, надо читать и особым голосом, это вот как раз к вам вопрос, да, как читать сказки вслух, потому что, да, то ли так вот приглушен на ночь ребеночку, то ли как-то с выражением. Мне кажется, важно, конечно, это же мы не говорим о сцене, есть мама тут разернет шторы, выйдет выступать, нет, совсем другое. Конечно же, на ночь именно материнским, не знаю, отцовским голосом, чтобы просто ребенку было спокойно, рядом с ним его, да, конечно, скорее боюкивающим. У меня есть одна знакомая, ее мама очень известная артистка, и она мне говорит, что как вот когда ей мама с экспрессией это все рассказывала, ей не хотелось, вот ей совсем хотелось вот именно спокойной, убаюкивающей, то есть не надо разыгрывать по ролям, но опять-таки, наверное, может быть, какому-то ребенку захочется, если у нее такие родители, что и он так в эту игру включается, но только, наверное, долго еще не уснут. Захотеться ему может, да, но очень многие дети как раз любят продолжить сказку, послушать еще и еще, потому что им не хочется уходить спать. А если у мамы есть задача, чтобы ребенок соснул, то лучше потише. С другой стороны, друзья, я вспоминаю, что поскольку к детям на протяжении истории относились очень по-разному, то в какой-то момент, когда решили их не бить так сильно, как это делали прежде, но как-то иначе их останавливать было трудно, и их стали просто пугать, и часть сказок страшных, я думаю, как бы страшной концовки, возможно, связаны именно с этой функцией, что ребенка надо... Воспитательной некой. Воспитательной, да, да, что он должен бояться, чтобы было чем пугать. Вот может быть в этом дело, что страшный конец у сказок был часто, и нужен ли он теперь? Насколько я знаю, многие традиционные сказки писались вообще не для детей изначально, и затем только они были трудно обработаны и преподнесены детям, и ребенок даже часто не понимает вообще, о чем сказка. Вот кто знает, о чем Курочка-Ряба, например? А вы знаете? Там целый вообще пласт космогонический, то есть это создание мира вообще, и там миф целый лежит во всем. Я знаю, что колобок — это про солнце. Да-да-да, очень много из разных глубоких вообще смыслов в традиционных сказках заложено. И если брать какие-то страшные элементы в традиционных сказках, то там тоже может быть очень много уровней, и воспитательный уровень — это может быть только один из. Но может быть там же это опасно. Нанесенный сверху. Да, он может быть и нанесенным. Может быть, это опасно. Осознание детей считывает вот эти более глубокие пласты? Бессознательно считывает точно. То есть все равно как бы вся полнота этой сказки, в зависимости от того, что там какую-то мораль прикрутили, это все равно все приходит. Да, это все равно приходит. И в этом смысле я сторонница того, чтобы читать традиционные сказки детям. Потому что я вот с Тамарой уже про это успела немного поговорить. Если взять фольклорное наследие, то ни один другой жанр не сохранился до наших дней. Ни песни традиционные мы с вами вот так навскидку, никто не вспомним, не споем сейчас. Ни танец какой-то народный, который знали наши прабабки, никто нам сейчас не станцует. Ни вышивки и так далее, и так далее. Сказки традиционные, базовые знают все. Причем они имеют сквозные сюжеты, так называемые. То есть в разных народах есть очень похожие. Пряничный человечек — это тот же колобок. Есть сквозные сюжеты. И сквозные сюжеты — это значит, что это очень сильные сюжеты, которые в разные народы вписаны. И это значит, что там какой-то настолько глубокий, настолько сильный посыл, который не пропадает, несмотря на то, что идут века, сменяются народы и земли, а сюжет жив. И это значит, что там что-то заложено базовое для всех людей. И поэтому я, конечно, сторонница того, чтобы передавать это своим детям. Анна, вот вы нам недавно сказали, что предпочитаете не традиционные сказки, а авторские. А чем традиционные, сложнее с ними работать? Как раз сейчас подумала, что даже, ну вот, например, сказка о золотой рыбке, это же авторская, да? Но вот как раз мне... Ну, конечно же, в Германии встречают там даже народная сказка, вот про там, как даже присказка была, что-то рыба камбала, то есть есть у этого, то есть то, что нам даже кажется, что господин, Пуркин написал, нет, это было написано за много-много-много лет, поэтому в данном случае авторские сказки — это, ну, наверное, какая-то постоянная переработка сюжетов, и вот просто, наверное, под наши реалии, да, чтобы у нас мы уже не пользуемся лучиной, потому что много уже устаревает понятия, ну, чтобы, опять-таки, та же мораль, те пласты были понятны и доходчивы. То есть просто вам ближе к актеру, когда это уже как-то переработан, этот бессознательный пласт через чье-то авторское видение? Ну, может быть, да, и в том числе. Ну, может быть, имеет еще значение текста, вот качество текста, да? Да, конечно. Но хочу спросить, а на что дети лучше реагируют, да, вот, как вам кажется? Потому что у вас театр, ну, он такой камерный, если мы говорим про снарк, да, и вы видите реакцию вот непосредственно вот на какие вещи они реагируют, может быть, лучше или активнее, или какие-то неожиданные реакции возникают? Как раз дети очень любят бояться. Это очень важно им перерабатывать, этот страх. То есть вот когда начинаешь их интриговать и пугать, они прям, ну, это такой вот смешанный, да, смешанный с восторгом именно, поэтому как раз вот, наверное, не нужно... Чего бояться, расскажите, каких ситуаций? Ну, это же... Можно показать даже. Нет, ну, просто когда подводишь спектакль, то есть это разные могут быть ситуации, да, у меня в литературных концертах это может быть одно, но то есть когда вот ты вводишь интригу и там просто даже произносишь страшный сон, например, то есть, да, в следующей истории будет про страшный сон, хотя там история совсем в итоге другая получается, но они все начинают цепляться друг к другу, то есть уже вот это сладостное предвкушение. Ребенку важно столкнуться с базовыми чувствами, с чувством страха, и с чувством гнева, какой-то опасности. Важно с этим столкнуться, важно уметь называть это в себе, потому что когда ему потом приснится страшный сон, а ему приснится страшный сон, когда он будет сталкиваться с такими экзенциальными чувствами, одиночества, страха, потери, уязвимости своей, как любой человек, то ему хорошо уметь понимать вообще, как это можно назвать. В сказках он с этим сталкивается. И он видит еще пути разрешения. Да, он видит пути разрешения, и он видит, как моя мама реагирует на этот сюжет. Не обязательно волноваться, ну, например, во многих сказках там есть три дочери и три сына, и одного родители любят больше, да, младшую дочку, например. И многие родители пропускают этот момент в сказке, потому что, чтобы ребенок мой, значит, такое не слушал, я люблю всех одинаково. А хорошо прочитать, как есть, и обсудить, а бывает и так, а бывает по-разному, а у нас вот так. И можно обсуждать, можно открывать ребенку, какой бывает мир, какие бывают сюжеты, какие сценарии есть, ты будешь видеть это вокруг себя. Ты будешь видеть это в себе. Тогда столкнувшись с проблемой, ребенок не будет думать, что он один такой и единственный. Да, не будет чувствовать табуированности этого. Он будет вполне готов к тому, что... А мне про это мама рассказывала. Мама считает, что это, как сказать, с этим можно справиться. Если мама называет это вслух, говорит об этом со мной, видит это на иллюстрации, значит, это то, с чем можно справиться. И я, столкнувшись с этим, могу с этим справиться. Людмила, но с другой стороны, там есть волшебство, и надеяться в жизни на волшебные разрешения, там на горшочке, палочке и все остальное, это, в общем, достаточно... Поспорь с вами. Или это символы человека. Потому что, да, 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 с вами согласна очень, потому что это символика, да, об этом тоже с ребенком можно говорить, потому что у нас очень много волшебных помощников. Сколько чудесных совпадений бывает в жизни, да, сколько кажется, что удачи, так называемые, и так далее, да, когда что-то само плывет в руки, когда какой-то удивительный звонок, который соединил многих людей, и так далее, да. Этого очень много. А, допустим, сказка «Деревянный орел», например, а на самолетах мы не летаем разы, да, и так далее. Очень много есть чудес в нашей жизни. И ребенок в них верит, а понятие Бога, оно же абсолютно из Деда Мороза. Да, вот... Абсолютно. Как раз именно так и подумала, что смотрела документальный фильм, а у ребенка, хотя он ему лет 10, но, наверное, просто в какой-то деревне живет, ты помнишь, что вот он... В кого ты веришь? В Бога и в Деда Мороза. Да. То есть, и это практически у него четвертое единое... Да, ребенка, это соединенные такие образы, соединенные. Это как раз, что... Это не опасно, что потеряв веру в Деда Мороза, он как бы у него... Мне кажется, она перерождается. Он дозревает как раз для того, чтобы... Дозревает для того, чтобы видеть это в другом, видеть это в мире непроявлено. Друзья мои, ну, мне кажется, как раз рождественская история, она вот наименее волшебная, сказочная из вот этого ряда сказок, которые есть, да, и она может быть, в общем-то, более понятной, извините, конечно, более реалистичной, вот, в некоторых, по сравнению с остальными. Но, тем не менее, вот в российской действительности вот такой традиции играть, проигрывать эту историю, нет. Или она появилась сейчас, скажите. Какая именно? Ну, вот рождественскую, ну, условно говоря, вертеп. Вертепов очень много. Сейчас очень много вертепов к этому возвращается. Сейчас, ну, как раз, то есть у меня и коллеги, там, театр Душегре этим очень занимаются. Как раз поднимать тему фольклора, и вот это наши корни... Вот что вы показываете, знаки нету рождественского вертепа. А как вам кажется, вот, сохраняются в тех сказках авторских такие вот пары, которые были традиционно. Вот я себе совершенно четко в детстве знала, что есть пары, да. Лиса, волк, волк всегда мужской. А белочка, заяц, тоже парочка, значит... Это только в русском, как говорили. Да, в русском, в русском, да, да, да. В западном лисе обычно. Единственное, что медведь, он был такой одинокий, но теперь я понимаю, что это такая вот фигура, значит, тоническая, и медведь он и должен был. Это я теперь понимаю, да, вот как-то себе объясняю. А в современных сказках сохраняются вот те же, условно говоря, такие вот роли, персонали, которыми наделялись эти животные. Вот они продолжают этот же характер, может быть. Ну, вам, конечно же, это уже, мне кажется, как стереотипы. Иногда это рушится специально именно для того, чтобы сначала вот подумали так, а потом изменилось. Мне кажется, на этом, да, действительно базируется и современная литература во многом, и как вот эта парность, она обязательно... В этом конфликт есть всегда. В драматургии так на этом и стоит строиться. Важно детям не только глазами смотреть, да, то есть важно очень читать с родителями, это прям семейная традиция. Но когда, например, я приезжаю в школу с литературным концертом, как я недавно прочитала отзыв про себя, что она вышла даже не в костюме лисички. Я не показывала фокусы, я не стояла на голове. Я просто вышла в концертном костюме. Но дальше начинается вот та самая магия, когда зритель представляет себе все эти образы. И это вот в зале, не знаю, 200 человек. И я понимаю, что сейчас у каждого свой 3D-театр, даже больше. То есть они именно им близкие образы. И вот это умение слышать, слушать и представлять себе, то есть вот это погружение в свой мир, который тебе вроде как предлагают, но это у каждого он уникальный. Да, конечно же. И ты там проживаешь свои эмоции, от чего ты избавляешься. Вот это вот тот самый катарсис, который испытываешь. То есть казалось бы, слушать скучно, да, нас ничем не развлекают. Нет, как раз вот это вот умение слышать и слушать, то, что мы и в театре делаем, и в московской филармонии считается очень важным. И просто как меняются глаза, я вижу и точно знаю, зачем это. Ну да, к сожалению, после какого-то возраста у детей вот этот вот навык исчезает, ну, может быть, под гнетом некоторых таких вот повседневных дел. И мы через некоторое время вернемся в студию, и к нам присоединится Зинаида Немаева. К нам в студии присоединилась Зинаида Немаева, сотрудница детского сада «Умная среда». Она нам может много рассказать о детишках, потому что работает с ними напрямую и читает им сказки. Какие? Вот, Зинаида, первый вопрос. Какие сказки читаете вы? И я так понимаю, что сад у вас такой необычный район, да, а все-таки там дети определенного социального слоя. Есть какие-то пожелания от родителей, может быть, или от воспитателей? Ну, на самом деле, конкретно я сказки не читаю, потому что этим занимаются наши воспитатели и педагоги. Сразу скажу, что сказки мы перед сном, хотя они у нас спят днем в нашем семейном клубе, мы не читаем сказки перед сном, потому что мы все-таки считаем, что сказки нужно читать вместе вслух и обязательно их проговаривать с детьми. То есть нужно обсудить, как ребенок отнесся к этой ситуации или как кто. Если в сказке есть какая-то жестокость, которая, в принципе, как правило, всегда бывает в сказках, потому что там идет торжество справедливости, злодей всегда погибает, иногда он погибает достаточно жестоко. То есть вы не сглаживаете эти моменты? Нет, мы не сглаживаем, мы просто обсуждаем с детьми, как они к этому относятся, что они об этом думают, потому что мы считаем, что это на самом деле очень важно. А может быть, это как раз лишнее, Людмила, вот скажите мне, может быть, ребенок должен сам как-то это все пережить? В смысле своей жизни уже пережить? Ну, вот своим умом дойти, что называется, да, а вот не чтобы родители ему всю эту сказку вот так вот по косточкам разобрали и рассказали? А по косточкам никто не разберет, потому что даже взрослые люди никогда не смогут особенно традиционную сказку познать до конца, как любое, в общем, любое наследие такое культурное, глубокое, потому что там есть очень много уровней того, как можно это познавать, как любое произведение искусства. И поэтому, что касается того, как мы с ребенком это говорим, это какие-то только подступки к тому, как ему вообще познавать мир. И, конечно, очень важно, чтобы с ребенком родители, ну, и педагог, да, с которыми он находится много времени в детстве, обсуждал какие-то базовые, экзистенциальные вопросы, которые вообще бывают в жизни. Это очень важно. Ну, вот мы говорили, что сказки, они писались изначально для взрослых, да, и там много каких-то ужасов и смертей, вот таких, и жестокостей. И это можно отнести, наверное, так и была билетристика, такой жанр какой-нибудь там, такой ужасный в те времена, может быть, даже устный. То, что теперь это предъявляется детям, это, ну, я не знаю, как-то не портит ту толерантность, которую сейчас вот так широко все привносят, и стараются писать только вот что-то такое, ну, позитивное. Ну, я бы, кстати, не сказала, что сейчас современные сказки очень толерантны, потому что все равно авторы, я смотрю, что пытаются включать туда и разные пугающие ситуации, и юмор, то есть, в общем, такие абсолютно позитивные сказки очень мало кому будут интересны, потому что они слишком не похожи на жизнь. Они гораздо меньше имеют отношение к реальности, чем волшебство в сказках, гораздо меньше. А то, что ребенок сталкивается с какими-то страшными ситуациями в сказке, это, ну, так скажем, гомеопатическая доза того, как он с этим столкнется в жизни, а он столкнется с этим в жизни, даже на внутреннем, на уровне на своем. Не обязательно, что он будет сражаться с какими-то оборотнями или страшно злыми людьми, но он столкнется со своими страхами, с демонами внутри себя, с тем, что будет мешать ему идти к тому, почему ему важно прийти в своей жизни. И вот сражаться с этим внутри себя ему будет не всегда легко, как и каждому из нас. А проходя это через сказки, у него уже есть опыт, на что опираться вообще. Вот это очень интересно. Зина, а вот я знаю, что вы каждый день в вашем детском саду, да, читаете сказки, и ты можешь как-то определить, разные же сказки читаете, вот на какие сказки на твоей памяти сильнее всего реакции у детей, какие их больше всего трогают? Мы сегодня уже разговаривали над темой. Да, ну на самом деле мы каждый день выделяем по полчаса, обычно вечером перед приходом родителей мы достаем сказки, перечитываем с детьми. У нас группа просто разновозрастная, поэтому мы всегда смотрим дифференциацию возрастную, потому что не каждому возрасту любую сказку можно почитать. Там в три года, ну до трех лет, скажем, читать там про красную шапочку, тоже это просто-напросто бесполезно. Моральный травм. Ну да, не приветствуется. Это там колобок, теремок, то есть что-то такое более... То, что ребенок поймет, то, что он сможет для себя из этого извлечь пользу и как-то понять отношения в обществе, да, и для себя эту ситуацию смоделировать. А детям постарше, соответственно, уже что-то, ну, посложнее. Ну конкретно можешь назвать какую-то сказку, которая на твоей памяти вызвала больше всего возбуждение, реакции, интереса от детей? Ну вот я даже сейчас конкретный пример, наверное, не вспомню. Ну вот интересно, мы осенью ставили спектакль небольшой с детьми, и там у нас был такой злой персонаж, как Баба Яга. Ну, собственно, дети, они, как правило, всегда боятся таких злых персонажей. И у нас была такая ситуация, что дети действительно испугались, там, о, это Баба Яга, она страшная. они бегут к родителям, то есть, но потом они берут, перебарывают эту ситуацию и говорят, мы ее сейчас победим, мы давайте сделаем все, чтобы ее победить. И то есть в конце они побеждают и с таким восторгом говорят, мама, ты видела? Мы победили эту Бабу Ягу, мы ее прогнали. То есть, ну, вот такие вещи дети, они сами понимают. Мне кажется, что это как раз сказка терапии. Да, да, конечно, конечно. В один голос высказывает. Конечно, я вам скажу. И я вот тоже соглашусь, что часто, кстати, дети откликаются не на конкретную сказку, а на персонажей. Вот персонажи есть те, которые вызывают гораздо больше чувств, чем какие-то другие. Да. И если говорить про персонажей, то... Какие самые заряженные? Часто для детей до трех лет примерно это животные, сказки про животных, потому что ребенок себя идентифицирует проще с животным миром. А если говорить про детей уже старше дошкольного возраста... И это, я прошу прощения, и это очень понятно, потому что они действительно в обществе существуют вот на каком-то вот том уровне, да, они еще не могут излагать... Они практически не могут излагать свои мысли и пожелания, и это их роднит с животными. это как-то они больше им это откликаются с этими образами. Когда же они подрастают там уже к пятилетнему и дошкольный возраст, то это уже персонажи человеческие. Это уже принцессы, это рыцари, это феи эльфы и так далее. А это вот не вредно, скажите мне, вот это вот принцессы, рыцари, как-то это вот не пообъездно, вот это вот все-таки что-то в этом так, я не знаю. Мне кажется, что это вот так же, как вы здорово сказали, да, что детей совсем маленького возраста, родниц, животными, то, что они проживают. Также дети старшего дошкольного возраста, они проживают, так скажем, юность человечества. То есть вот у нас у всех есть потом, мы будем, ну, как говорят, ребенок растет, и он будет в периоде юности, да. А юность это как раз принцессы, это рыцари, это вот такой пик чувств, да. Романтизм. Романтизм. Как описывал ступень сознания. Да, да, конечно. А затем, затем уже идут игры в дочке-матери, да, это уже ощущение того, что хочется почувствовать себя хозяином, почувствовать себя мастером какого-то дела, и это уже зрелость в возрасте. Поэтому детям, четырехлетним, условно, хорошо вот отыграть принцессов, рыцарей, мальчикам быть богатырями, делать им картонные мечи, плащи, чтобы они чувствовали себя героями, а девочкам очень важно побыть принцессами. Если они отыграют это в четыре года, они спокойны потом в своей жизни, им не нужно будет отыгрывать это всю жизнь во взрослом возрасте. Это очень важно. Поэтому очень хорошо с детьми, кстати говоря, вот вы спрашиваете, кому какой сюжет откликается. У разных детей откликаются очень разные сюжеты. И бывает, что мама уже не может 50-й раз читать эту сказку про аленький цветочек, например. Уже давай почитаем про Золушку, пожалуйста, я не могу уже этот аленький цветочек, да, условно. А дочка просит только эту сказку 20-й раз за день, не изменяя ни одного слова. Значит, ей важно прожить этот сюжет. И очень хорошо, что если родители умеют это услышать и не пытаться от него отойти, дать прожить ребенку это максимально. И тогда это дает ему опираться на него и идти дальше. Не застревать в нем потом вот в своей жизни взрослой. Зиночка, вот я знаю, что ты не из Москвы, что ты переехала из Улан-Удэ и росла в такой вот бурятской семье, что даже по-бурятски с тобой говорили в детстве. Вот какие сказки тебе в детстве читали? Возможно, не классические, русские. Вот что ты запомнила, что ты проживала через вот этот пласт культуры своей национальной? На самом деле у меня семья такая билингвальная, потому что у меня папа не говорит вообще по-бурятски абсолютно. Он говорит только на русском языке. Соответственно, это был Пушкин, это были какие-то там Красная Шапочка опять та же самая, там Серый Волк и так далее. Я наизусть декламировала эти сказки. Я вообще очень любила сказки и выросла на них, собственно. А мама у меня только в институте выучила русский язык. Она как раз тот человек, который говорил по-бурятски из детства. Первый язык, на котором я начала говорить, это был бурятский. Потом я сразу перешла на русский и бурятский. Поэтому это сказки там Красавица Ангара, сказки про... Ну, я просто даже, если буду говорить на бурятском, вы не поймете про какого-нибудь зайчика. Бурятские народные сказки, то есть... Ну, именно народные. Ты чувствовала разницу между ними, между русскими и бурятскими? Или они все-таки настолько похожи? На самом деле, сюжеты, действительно, как вы до этого обсуждались, да, они очень похожи. И потом, когда я уже читала скандинавские сказки и какие-то другие, я чувствовала вот эту вот схожесть, то, что, да, действительно, несмотря на то, что там это, допустим, Маршак перевод, там еще что-то, это все равно такой сюжет, который, в принципе, повторяется в любых народных сказках и который можно найти, в общем-то, везде. А вы как-то переосмыслили то, что читали, вспоминали, то, что читали в детстве, а теперь, когда вот работаете с детьми, и у вас такой двойной уже, двойная оптика появилась. Да, на самом деле, это очень интересно, потому что совсем недавно я вот тоже решила посмотреть книги, которые у нас находятся в детском клубе, начала открывать сказки и периодически перечитывать. Я понимаю, что слова совершенно другие иногда бывают, то есть сюжеты как-то меняются. и мне кажется, это зависит и от издания, и от времени, но это очень интересно перечитывать заново, то, что ты читал в детстве, и для себя ты тоже что-то новое находишь обязательно в этих сказках, на что ты не обратил внимания, будучи еще маленьким. Мне кажется, что сказка, в данном случае, она очень важна, потому что сказка – это передача определенного опыта из поколения в поколение, и вот если взять народные сказки, то они пришли к нам испокон веков, несколько столетий назад, и там все-таки заложены основные какие-то пласты, то есть человек должен быть добрым, чтобы справедливость восторжествовала, зло, оно всегда как бы бывает побеждено, чтобы все-таки случился хэппи-эм, и ты получил там вознаграждение, ты должен пройти определенные испытания, страх побороть, еще что-то, то есть какие-то такие основополагающие, моральные, не знаю, не принципы, это, наверное, не принципы, а вот ценности, они передаются все-таки через сказку. Ну, я думаю, что это как раз те важные вещи, которые вот старые сказки как раз и доносят до новых современных детей. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждения можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Элис и Тамара Леленкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова